Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Давай, объявляй, какая глава стих. Откровение 12 глава 1-2 стих. Явилось на небе великое знамение, Жена, облеченная в солнце, Под ногами ее луна, И на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. Толкование. Описание этого видения Иоанн начинает с союзом И. Вообще обращает на себя внимание часто употребление этого союза в апокалипсисе. Так, например, из 22 глав, из 22 глав, В этой книге 16 начинается с союза И. Три главы со слов после сего. И только три главы начинают не со слов, Выражающих связь с предыдущими. Глава 1, 2 и 9. И то 2, 9 явно связаны по смыслу с предыдущим текстом. Откровение 1 глава 20 стих кончается описанием семи церквей. А 2 глава начинается с послания к первой из этих церквей. Восьмая глава кончается трубой четвертого ангела. А 9 начинается с трубы пятого ангела. Так что без связующих слов и союзов остается только начало первой главы, как изначальной. Неверное понимание, будто это служит указанием на то, что апокалипсис раскрывает нам историю мира в хронологической последовательности. Или же, что это каждый раз указывает на непосредственную связь предыдущего с предыдущим. Исходя из таких точек зрения, невозможно согласовать толкование одного видения с другим, без явного насилия над текстом, всевозможных натяжек, от той и нелепых искажений самого вероучения. Разумеется же, указанный нами факт надо как указание на последовательную сцену смену одного видения, явленному иону другим. Также это указывает на то, что апокалипсис есть единое, целостное откровение, полученное от одного и того же духа в одно и то же время. Так Иоанн описывает, что явилось ему знамение. Кроме этого случая, Иоанн называет явленным ему знамением еще в 12 главе 3 стихе и в 15 главе 1 стихе. Этим сам тайнозритель указывает на то, что видение должно пониматься не буквально, а символически. И каждый штрих видения имеет определенное значение. Иоанн называет это знамением великим, и тем не только отличает его от последующего знамения, 12 глава 3 стихе, но и указывает на его особое значение и глубокий смысл. Знамение явилось на небе. Этим указывается не столько на то, что Иоанн видел жену, объект видения, именно на небе, так как потом он видел ее уже на земле. Стих 13. Сколько на то, что это жена небесного происхождения? Кто же это жена, явившаяся в небесной славе? Кто это, не блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? Песня песней, 6 глава, 10 стих. В протестантской среде существует понимание, будто это ветхозаветняя церковь или израильский народ. Однако, описание славы жены не соответствует ветхозаветной церкви. Оно гораздо более приличествует церкви новозаветней. И если эта церковь ветхозаветная, то как же дальше рассматривать явное указание на время Антихриста, 3,5 года? То есть, здесь явно нет соответствия. Нет также никаких оснований понимать под женой исключительно только евреев последнего времени, обратившихся ко Христу. Святые отцы под этой апокалиптической женой видят либо Пресвятую Деву Марию, Матерь Божию, либо новозаветную христианскую церковь. Причем на Деву Марию здесь есть только определенные указания. Точное же соответствие каждой детали, знамение, мы находим в образе христианской церкви. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Это Дева Мария, Матерь Божия, который сотворил величие и сильный. Луки 1, глава 49 стих. Она превознесена превыше херувимов и серафимов из всех чинов ангельских, звезд небесных. Она Богом венчанная Царица Небесная, Матерь Небесного Царя Иисуса Христа. Прилично именоваться Царицей Небесной. 12 апостолов, как 12 звезд, венчают ее при чистую главу, ибо по всей вселенной разнесли учение ее Божественного Сына. Это о ней поет псалмопевец. Стала царица Одесную тебя в афирском золоте, и возжелает царь красоты твоей. Псалом 44, 10 стих, 12 стих. Неизреченная, неотмирная красота Преснодевы. Ликуй ныне и веселися сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества твоего. Не должно смущать и то, что Дева называется женою. Так и апостол говорит, что Христос родился от жены. Послание к Галатам, 4 глава, 4 стих. А пророк, что от Девы? Исайя, 7 глава, 14 стих. Она, Дева, как сохранившаяся нетленной, не претерпевшая повреждения девства, ни в зачатии, ни в Рождестве. Она, жена, как родившая сына. Так еще и пророк Исайя говорил, «Сиди его в очеребе, примет и родит». Исайя, 7 глава, 14 стих. Она имела в очеребе, имеющего в деснице свою всю вселенную. Дальнейшие слова, однако, нельзя разуметь буквально, как муки рождения ею Христа. Дева Мария, без нетления Бога слова уродшая, не испытала боли и мук рождения, какие испытывают все жены. Но старец Симеон сказал ей, «И тебе самой оружие пройдет душу». Луки, 2 глава, 35 стих. Невыносимую боль и муку о рожденном ей пришлось претерпеть у Креста, в виде его страданий и смерти. Тогда оружие прошло и душу, но сколько часто оно и прежде ранило ее. Роды в пещере, первая колыбель, ясль для животных, гонение Ирода, худое и злое отношение людей к сыну. Она даже готова была оторвать его служение. Марка, 3 глава, 30 по 31 стих. Столь велика была ее боль и мука о сыне. Вот они, боли и муки рождения. Другое основное значение этого знамения жена церковь Христова. Церковь в Писании именуется невестой или женой Христовой. Так апостол Павел сравнивает отношения мужа и жены с Христом и церковью. Посланник Афессианам, 5 глава, с 25 по 33 стих. В апокалипсисе, 19 глава, 7 стих, церковь прямо называется женой Ангца. Поэтому неверное мнение, будто в Писании церковь предстоит только как невеста, а женой означает только израильский народ. Существует таинственная связь между причистой Девой, Матерью Божией и церковью. Как Мария родила Христа и через то стала женою, но родив непорочно, осталась Девой, так и церковь. Она невеста Христова, чистая Дева, обрученная Христу. 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Но она же и жена, Матерь всем нам. Галатам, 4 глава, 26 стих. Рождающая от Духа Божия чад Божиих. Как Дева Мария родила Духа, так и церковь рождает от Духа. Как Дева родила Христа, так и церковь рождает Христа в душах верующих. И там, и там детство сочетается с материнством. Там, и там рождается Бог. Через Богородицу Бог сошел к людям и соединился с ними. Через церковь люди восходят к Богу и соединяются с Ним. Таинство брака отблеск таинства Христа и Церкви. Послание к официанам, 5 глава, 3 стих. Как же жена взята от ребра мужа, когда он спал, так и на кресте, когда уснул снов смерти божественный страдалец, в Матфея, 9 глава, 24 стих. Второй Адам, муж совершенный, тот его прободенного причистого ребра истекли вода и кровь. Таинство крещения и причастия. Из этих потоков изошла церковь, жена Христова. Она его возлюбленная. С ней он становится единой плотью и единым духом. Послание к официанам, 5 глава, 30 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 17 стих. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть». Официанам, 5 глава, 31 стих. Так и Христос готов оставить отца небесного и причистую матерь свою и прийти снова на землю, чтобы навечно и всецело соединиться со своей женой, церковью искупленной. Жена, обличенная в солнце правды, во Христа, в него обликаемся в святом крещении, им украшаемся. Для вас, благовеющих перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Малахия, 4 глава, 2 стих. Этим небесным светом обличена церковь. На иконах чело святых окружено ореолом света. Это не просто символ, а онтологическая реальность. Небесный свет есть внутренняя природа святых. Вы – свет мира, говорит Христос. Матфея, 5 глава, 14 стих. Вы должны явить миру нетварный свет, фавора. Но если Христос сам и был этим светом истинным, Евангелие от Яна, 1 глава, 9 стих, то святые церковь только обличены им, являют собой не свой свет, а свет неба, солнца правды. Этот свет, которым обличены святые, не раз делался видимым для людей. Но на Моисея, беседовавшего на Синае с Богом, народ даже смотреть не мог. Такое сияние сходило от него. Неотмирный свет видел, например, Николай Мотовилов вокруг своего учителя, преподобного Серафима Саровского, русского святого 19 века. Да и вообще, всякому, духовно виден божественный свет святой церкви, ее святынь и праведников. Далее еще описывается неотвратимая слава жены церкви, ее красота. Под ногами и луна. Под луной можно разуметь подлунный мир, мирскую жизнь, изменяющуюся подобно луне. Все это оказалось под ногами жены, то есть побеждаются и попираются ею. Однако, в нашем случае, солнце и луна не противопоставляются, но сопоставляются как взаимодополняющие друг друга. Поэтому более точным будет разумение, что и солнце и луна здесь являют славу и красоту церкви. Солнце, как большое светило, украшает саму жену. Луна, как меньшее, украшает ее подножие. Святость и свет облекают не только саму жену церковь, но и все, на что она ступает, к чему так или иначе касается. Глядя на эту жену, невольно воскликнешь. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? Песня песней, 6 глава, 10 стих. Но это еще не вся ее краса. Облеченная в солнце и украшенную луною, она еще венчается и звездами небесными, и на главе ее венец из 12 звезд. Венец – знак победы, сплетенный из 12 звезд, 12 апостолов, 12 догматов апостольского учения. Как небесные звезды осветили апостолы вселенную светом Христового учения. Увенченная таким славным венцом церковь-победительница побеждает мир. И сияя из победы, победивший мир, вера наша. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. И врата ада не одолеют ее. Матфея, 16 глава, 18 стих. Русский писатель Федор Михаил Достоевский оборонил как-то такие слова «Красота спасет мир». Где же найти эту спасительную красоту? Она в святой апостольской православной церкви. Это та жена, облеченная в солнце, под ногами которой луна и на голове 12 звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мух рождения. Это о рождении церкви своих духовных чад. В церкви совершается рождение от воды и духа. Иоанн Геллиат Яна, 3 глава, 5 стих. Здесь душевное перерождается в духовное, грешное в святое. Церковь Матерь всем нам. Галатам, 4 глава, 26 стих. Не имеющий Матери церкви не может иметь отцем своим Бога, говорит Каприян Карфагенский. Это духовное рождение людей проходит нелегко. Как здесь сказано, что жена церковь причала от боли и мук рождения, так и апостол Павел писал Галатам, «Дети мои, для которых я основа в муках рождения, доколь не изобразится в вас Христос». Галатам, 4 глава, 19 стих. Сколько мук претерпевает пастыри церкви, духовно рождая чад крещением, проповедью, наставлениями. Сколько молитв и неусыпного труда надо положить, чтобы обратить грешника, чтобы преобразить его, доколе не изобразится в нем Христос. Имеющие его в чреве знают эти боли. Знаете ли вы их? Или в вашем чреве только пища тленная и суета мирская? А таковы будет сказано, были беременны, мучились и рождали как габы ветер, спасения не доставили земле. Исайя, 26 глава, 18 стих. Откровение, 12 глава, 3 стих. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. И на головах его 7 диодим. Толкование. Вместе с первым знамением жены Иоанн видит другое знамение. Знамение красного дракона. В противоположность церкви и матери Божией теперь является сам сатана. Стих 9. Это знамение так же, как и предыдущее явилось на небе. То есть жену облеченной в солнце и красного дракона. Иоанн видит в одном и том же месте. Под небом здесь можно разуметь воздух. Андрей Кисарийский. Апостол Павел пишет о духа злобы поднебесных. Эфесянам 6 глава 12 стих. И о сатане как о князе господствующем в воздухе. Эфесянам 2 глава 2 стих. Воздух земная атмосфера сегодняшнее место особого пребывания чистых духов и сатаны. Иначе еще видение дракона на небе можно понимать как указание на пребывание на небе Люцифера ангела света до его грехопадения. Когда он еще был херувим осеняющий из среды огнистых камней. Изеки 28 глава 16 стих. Знамение красного дракона отличается от знамения жены тем что то охарактеризовано как великое знамение а это просто знамение. Этим указывается на предположенность являемое здесь а также на то что хотя страшен и ужасен дракон но все равно велика сила жены церкви и матери божьей против него. Дракон это непосредственно сам сатана и дьявол о чем прямо сказано в 9 стихе. Поэтому всякие другие толкования видящие в драконе символ чего-то иного например какого-нибудь государства не могут быть приняты. Это конечно не исключает то мысли что сатана красный дракон может особо действовать через некоторые государства и некоторые государственные деятели. Интересна народная легенда об императоре Нероне этом прообразе антихриста и гонителе христиан по которому он в качестве амулета носил шкуру змея и жизнь его когда он еще был младенцем была спасена змеем и в нынешние времена безбожия как большой красный дракон устремляется на борьбу с церковью желая пожрать ее сатана по праву является в виде дракона в виде змея сатана приступил к Еве чтобы искусить ее ко греху бытие 3 глава 2 коринфянам 11 глава 3 стих в последствии дьявол становится все более мрачным и страшным и потому сравнивается уже не со змеем а с драконом дракон змееподобное животное отличающийся необыкновенной величиной и силой в народном веровании оно обратилось в чудовище страшилище это образ и взят для описания сатаны победа бога над сатаной часто описывается в виде победы над морским чудовищем или драконом так читаем мы у пророка Исаия в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким левиафаном змея прямо бегущего и левиафана змея изгибающего и убьет чудовище морское Исаия 27 глава 1 стих а вот слова псалмопевца Боже царь мой от века устрояющий спасение посреди земли ты расторг силой твоей моря ты сокрушил головы змеев в воде ты сокрушил голову левиафана отдал его в пищу людям в пустыне псалм 73 с 12 по 14 стих подобное этому видит Иоанн сокрушается сатана красный дракон древний змей богом питаются люди в пустыне жена церковь бежавшая в пустыню фараон царь египетский служит в писании часто прообразом сатаны о нем читаем так говорит господь бог вот я на тебя фараон царь египетский большой крокодил который лёжа среди рек говоришь моя река и я создал её для себя но я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих и вытащу тебя из рек твоих со всей рыбы рек твоих прилипших к чешуе твоей и брошу тебя в пустыне тебя и всю рыбу из рек твоих ты упадешь на открытое поле не уберут и не подберут тебя отдам тебя на сиденье зверям земным и птицам небесным и узнают все обитатели Египта все обитатели ада и этого греховного мира Геннадий Фаст что я Господь Иезекииль 29 глава 3 по 6 стих подробное описание этого чудовища мы находим в той же книге Ио глава 40 и 41 все эти описания свидетельствуют о великой и могучей силе дракона сатаны почему Иоанн называют его большим другая характеристика дракона красный буквально означает цвет огня этим подчеркивается его ангельское существо ведь он был Деница сын Зари Исайя 14 глава 12 стих Херувим осеняющий из среды огнистых камней Иезекииль 28 глава 16 стих а падшие ангелы сохранили свою природу свое естество красный цвет огня указывает также на огонь вечный уготованный дьявол и ангелом его Матфея 25 глава 41 стих кроме того красный цвет это цвет крови и убийства ибо дьявол человекоубийца от начала Иван Гриотьяна 8 глава 44 стих он сотворил Еву в раю в раю вкусить запретный плод и в тот день грех вошел в мир и грехом смерть Римлянам 5 глава 12 стих он был виновен в первом кровопролитии ибо Каин был отлукавого и убил брата своего 1 Иоанна 3 глава 12 стих далее Иоанн описывает что дракон был семью головами и десятью рогами и на головах его семь диадим это также соответствует народному представлению о семиглавном драконе чудовище но здесь в апокалипсисе образ семиглавого дракона имеет вполне самостоятельное и определенное значение во первых здесь мы видим некоторое сходство с тем что и Христос являлся в виде ангца семью рогами и семью очами откровение 5 глав 6 стих сатана в виде семиглавого дракона представляет собой князя мира сего семь глав означает дьявольскую мудрость века сего или же это семь лукавивших сил дьявола противоположных силам духовным семи духов божьих откровение 5 глав 6 стих семь даров духа святого исходят от бога и ими он освящает верующих а враге же благочестие сказано что семь мерзостей в сердце его притчи 26 глав 25 стих который вложил в него семиглавый дракон в противоположность семи дарам духа святого у сатаны семь мерзостей и семь смертных грехов которыми он совращает и губит людей гордость сребролюбие блуд зависть гнев уныние и ленность о семи духах злых входящих в сердце человека говорил и Господь Луки 11 глава 26 стих кроме того эти семь глав указывают также на семь великих царств в истории человечества через которые сатана водворяет свое царство на земле об этих семи царствах подробнее будет сказано позднее 10 врагов означает могущество дьявола как властителя мира сего перед пришествием антихриста действительно будут 10 царей трое из них будут сломлены антихристом а остальные примут его в дальнейшем это будет рассмотрено подробнее иначе еще по 10 врагами можно разуметь 10 грехов против 10 западе божьи каким образом 10 врагов размещены на 7 главах дракона на этом тексте нет никаких указаний и на головах его 7 диодим диодима как царское головное украшение в отличие от венца победителя употреблялась всегда как символ царской власти господства так опять сатана представит как властелин этого мира носящий греховные венцы князь господствующий в воздухе официанов 2 глава 2 стих откровение 12 глава 4 стих хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю дракон сей стал перед женою которую надлежало родить дабы когда она родит пожрать ее младенца толкование далее читаем о сатане драконе что хвост его увлек с неба третья часть звезд и поверх их на землю подобно как 9 10 19 у демонов так здесь у сатаны видим силу его хвосте как обыкновенный змей дракон сатана действует хвостом это можно рассматривать как указание на то что вредоносная сила его разлита по всему его существу до кончика хвоста а также это показывает его особую мерзость и чудовищность под низвержением драконов звезд на землю описывается первое грехопадение сатаны и падших ангелов звездами в писании часто означают существа неземные небесные ангелы божии люцифер ангел света деница сын зари говорю в сердце своем взойду на небо выше звезд божьих то есть ангелов вознесу престол мой и сяду на горе буду подобен всевышнему Исаия 14 глава 13 14 стих так как от красоты твоей возгородилось сердце твое от тщеславия твою ты погубил мудрость твою зато я поверну тебя на землю Иезекииль 28 глава 17 стих гордость первое движение греха голова дракона вознесла его превыше звезд божьих ангелов но бог незрину возгордившись и тогда при своем падении вознесшийся выше ангелов своим хвостом то есть последним движением греха завистью увлек с неба третью часть звезд оставшихся ниже его теперь уже из зависти он не мог потерпеть что один только он будет повержен на землю на позор и поверг их на землю начал с величественного головы гордости кончил ничтожным хвостом зависти вознесся от гордости выше ангелов падая от зависти увлек их за собой но не все ангелы последовали сатане а только третья часть их это и есть ангел не сохранившийся своего достоинства но оставивший свое жилище послание Иуды 1 глава 6 стих так и всех ангелов третья часть превратилась в демонов небожители оказались на земле сменив небесное мудрое расставание на земное они уже не могли больше остаться там где престол Божий где святые примирные небесные силы то что сатана увлек своих ангелов и поверг их именно на землю можно объяснить существующим мнением что еще до греха падения он был поставлен управлять именно землей а потом именно она оказалась безвидной пуста и в отме бытие 1 глава 2 стих ангел света оторвавшись от Бога самосущего света 1 яна 1 глава 5 стих превратился в ангела тьмы земля погрузилась во тьму а увлеченные сатаной ангелы оказались под мраком иуда 1 глава 6 стих и стали мироправителями тьмы века сего эфесянам 6 глава 12 стих по третьей части звезд можно также разуметь согрешивших против одного лица пресвятой троицы и не потому ли что лицефер восстал против сына божия именно второму лицу троицы еще прежде создания мира было предопределено совершить спасение и победить сатану эфесянам 1 глава 4 5 стих заря происходит от солнца но не захотел ли сын зари стать выше произведшего зарю солнца правды Христа Сына Божия еще одно значение можно усмотреть в этом знамении подобными же словами пророк Даниил описывал войну сирийского царя Антиоха Эпифана 175 по 164 год до Рождества Христова с израилетянами и вознесся Антиох Геннадий Фаст до воинства небесного изолитян Геннадий Фаст и незринул на землю часть всего воинства и звезд и попрал их и даже вознесся на вождя воинства сего Даниил 8 глава 10 11 стих подобно этому сатана древней змеи после того как на Голгофском хресте была сокрушена его глава ополчается браню на нанозаветный Израиль на христиан которые по просвещению в святом крещении образно названы звездами и как некогда сатана с неба поверг на землю часть ангелов так и теперь движение хвоста повергает неутвержденный христиан от небесного мудростования к земному антиох эпифан был также прообразом антихриста поэтому здесь можно особенно разуметь совращение верующих при антихристе дракон сей стал перед женою которую надлежало родить дабы когда она родит пожрать ее младенца разумеется перед женою при чистой деве Марии мы видим здесь указание на рождение ее божественного младенца иисуса христа деве еще только надлежало родить а дракон сей уже стал перед женою дабы когда она родит пожрать ее младенца о том что семя жены сокрушит сатане голову он знал еще из Эдема из пророчества данного Бога Бытие 3 глава 15 стих знал он это из многочисленных пророчеств и преобразовавших призывания преобразования Ветхого Завета знал может и непосредственно от Бога или ангелов его и вот древний змей дракон стал чтобы жалить пету он взорко следит за всем происходящим и всячески стремится не допустить появления в мир спасителя вот наконец-то он видит что дева приняла в очреве от Духа Святого и ей надлежало родить вздрогнул сатана ибо понял что грядет в мир сокрушитель его главы тогда в неутомимой ярости он становится перед женою чтобы когда она родит пожрать ее младенца он не может предотвратить рождение младенца но надеется его пожрать он занимает все места вифлеемской гостиницы чтобы младенец родился в суровых условиях и возможно не выжил он подвигает сердце царя ирода истребит 14 тысяч младенцев в вифлееме и во всех пределах его чтобы уничтожить одного как страшный искуситель он встречает вышедшего из Иордански вод мессию чтобы соблазнить его он стремится пожрать его руками иудеев прибегает к помощи римлян входит в сердце апостола иуды приглаждает Христа на крест запечатлевает его во гробе как же страшный дракон ищет его крови ищет чтобы пожрать его разумея под женой церковь мы видим здесь как дьявол препятствует духовному рождению чья церкви пожрать как и 1 Петра 5.8 означает нравственно развратить и духовно погубить свою работу над погублением возрождаемой в церкви души лукаво начинать достаточно рано еще только надлежит родиться в человеке духовному младенцу а он уже стоит и ждет человек идет ко Христу церковь уже готова родить человека для вечной жизни а сатана не сумев предотвратить духовное рождение уже стоит и ждет чтобы сразу же изначально погубить неокрепшего младенца поэтому апостол и печалился я обручил вас единому мужу чтобы представить Христу чистую деву но боюсь чтобы как змея хитростью своей прелестил Еву так и вашему не повредились уклонившись от простоты во Христе 2 Коринфян 11 глава 2 3 стих Христос вышел из крещальных вод Иордана и тут же началось 40-дневное искушение его сатаной так бывает и у христиан уверует человек покаяться родиться в водах крещения и часто сразу же начинаются искушения бывает даже что буквально 40 дней длится такое искушение или такое явление родители несут крестить дитя спрашиваешь почему решили крестить младенца отвечает иначе бабка не согласится лечить заговаривать вот он змей ожидающий когда родится младенец чтобы сразу его пожрать только родится душа для вечности и сразу несут ее прескверному излечив тело оскверняют душу нечистой силой откровение 12 глава 5 стих и родила номера как раз хватит нет нет ну ладно смотри можно еще давай и родила нам младенца мужеского пола которому надлежит почти все народы жезлом железным и восхищено было дитя ее к богу и престолу его толкование точнее с греческого надо перевести не младенца мужеского пола а сына мужа так и переведено по-славянски здесь не столько указывается пол рожденного сколько то что рожден сын мужественных характером дева Мария родила в Афилиемской пещере младенца мужеского пола сына мужа и Иисуса Назарея мужа засвидетельствован от бога силами чудесами и знамениями которые бог сотворил через него деяние 2 глава 22 стих о нем сказал Иоанн креститель за мной идет муж который стал впереди меня потому что он был прежде меня Иоанн Гриот Яна 1 глава 30 стих ему сказал бог отец ты сын мой я ныне родил тебя просил меня и дам народы в наследие тебе ты поразившись жезлом железным сокрушивших как сосуд горшечника Псалом 2 7 по 9 стих ему належит пасти все народы жезлом железным через свою церковь Христос спасет теперь все народы своих слуг епископов он поставил князьями по всей земле Псалом 44 17 так этот божественный сын муж совершил дело спасения на земле и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его не претерпев никакого вреда от сатаны дракона сын причистой девы искупив человечество от гибели был восхищен силионской горы на облаках на небо и восстел одесную Бога Марка 16 глава 19 стих дальнейшее описание апокалистической жены уже не соответствует тому что это есть Богородица так что здесь имелись только некоторые указания на нее точно же соответствие с этим образом жены мы находим в христианской церкви жена церковь словом Божиим и таинствами рождает чад своих для вечной жизни младенцы мужеского пола или сыны мужи это верные христиане пришедшие в мужа совершенного в меру полного возраста Христов офисианам 4 глава 13 стих это достигающие зрелого и совершенного возраста в духовной жизни это чадо церкви не ослаблены похотями это сыны мужи готовы мужественно потерпеть всякое страдание ради Христа такие верные сыны церкви были всегда но особо будет необходимо их мужество и свидетельство в тяжелое антихристовое время этим верным христианам надлежит пасти все народы жезлом железным это верные фиатирцы которым сказано дам власть над язычниками и будут пасти жезлом железным как сосуды глиняны они сокрушатся откровение 2 глава 26-27 стих это духовная власть Христа над народами осуществляема им через церковь через ее учения духовную силу и особенно через священное началие духовная сила церкви и ее чад подобно железному жезлу сокрушает препятствия покоряет свое истине и пасет все народы и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его этих своих верных рабов Господь восхищает к себе и престолу своему то есть к высшим ангельским силам это означает что Господь приближает их к себе своей милости и своим ангелам к этим верным рабам Божим обращены слова апостола верен Бог который не допустит вам быть искушаемых сверх сил но при искушении даст ей облегчение 1 калифянам 10 глава 13 стих когда искушение становится непосильным то быстро приходит Господь и восхищает от него своих рабов к себе это и есть восхищение верных Богу кроме того святые живя на земле бывают восхищаемы духом в небесной сфере так мы и читаем об апостолах Павле и Иоанне 2 калифянам 12 глава 2 стих и откровение 1 глава 10 стих откровение 4 глава 1 стих или как ангел Господь восхитил Филиппа деяние 8 глава 39 стих да и всегда душа праведника бывает восхищена от всего мира и живет небесным Премудрость 4 глава 10 11 стих как благоугледивший Богу он возлюблен и как живший посреди грешников представлен восхищен чтобы злоба не изменила разума его или коварца не прельстила души его в последний же день всеверный толкование в последний же день всеверный чадо жены церкви мужественно противостоящие всем козням лукавого и уже умершие и оставшиеся к тому времени живых восхищены будут на облаках встретить Господу на воздухе и так всегда с Господом будут 1 фессалликицам 4 глава 17 стих почему-то показалось что больше часа я всегда в конце показываю наше сокровище у нас из печати вышло 38 книг а это вот Новый Завет полное толкование откуда мы считаем апокалипсис откровение Иоанна Богослова собранное из всех святых отцов отцом Геннадием Фастом вот ну и показать наше сокровище в интернете это сайт во свете Библии православный библейский сайт самая ценная это 4124 ответа по темам 55 папок вот там внизу написано православный форум Игнатия Лапкина если его только откнуть сразу открывается форум вот он форум это 1440 тем как допустим семья война большие очень темы ну вот у нас тут есть еще и православный видеоканал здесь наверное уже около тысячи роликов наши о благовестии о деревне православной которую строят с нуля детском лагере занятия проповеди все это есть есть еще это все у нас mail.ru вот листик тут тоже больше тысячи роликов мы всех приглашаем на этот форум я хотел показать много спорят сейчас откровение считали тысячелетнее царство вот оно как выглядит только так больше никак вариант только один два пункта надо заметить Христос воскрес это начало тысячелетнего царства вот под это надо подойти тогда ни одно место писания не противоречит другому все остальное дальше это где открытым оком второй том 470 страница и дальше Христос пришел вот прямая идет вот 2000 лет там сколько будет еще что здесь написано страшный суд здесь в последний день вселенной будет восхищение церкви восхищение дальше всеобщее воскресение праведных грешных не поврось праведных и грешных вместе но до этого за 3,5 года вот участочек тысячелетнее царство заканчивается 3,5 года царства антихриста очень даже просто сайт к истине один народ друг я знаю что не православные они не так толкуют но другого нет в последний день все воскресные Господь в последний день в Евангелии только 6 раз говорит в последний день вот ну так все время уже полвосьмого пожалуйста так все показало вроде бы как так так также конечно тут все вот Субтитры сделал DimaTorzok